Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проекте состоялся мужской приход Саши Харитоновой и сразу понравился новенький Альфред, которому 19 лет. Их заселили в ВИП. Владимиру 24 года, он родом из Томска, пожарный и спасатель, пришел к Тате Абрамсон. Сейчас за Вову борются Тата и Настя Краснова. Семейная идиллия в паре Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко долго не продлилась. На очередной стройке ребята поссорились. Игорь сделал жене замечание в вежливой форме. Она его перебивала без конца, а в ответ получил шквал необоснованных обвинений. Также Элла сказала, что до сих пор считает себя Сухановой, а не Трегубенко. Участники отметили, что если и дальше так пойдет, то скоро Элла на самом деле сменит фамилию на прежнюю. Саша Гозиас собирается домой в отпуск. Костя Иванов хочет полететь с ней, чтобы познакомиться с дочкой и с родственниками. Гозиас советуется с подписчиками. После нашего расставания Костя захотелось полететь со мной, но я что-то пока не готова. Нужно ли перепрыгивать основное и делать шаг со знакомством? Татьяна Владимировна Африкантова вернулась на поляну, чтобы быть с Мариной, на которую стали нападать девушки из женской спальни. Гозиас, Суханова, Босса и Мунасыпова. Девушкам не нравится, как о них отзывается Африкантова-старшая в соцсетях. Женщина пишет, они считают, что Марина должна за меня отвечать. У нас на проекте «Дом-2» девушки все порядочные, умные, веселые, добрые, отзывчивые. Девушек лучше не встретите нигде, а какие красавицы с прекрасным вкусом. Вот такие посты велено мне писать. Если дам осечку, то тогда Марине не будет жизни на проекте. Ваня Барсиков подал в суд на Дарью Сухорученко за то, что она заманила его на фотосессию, в которой, правда, он с удовольствием принял участие. Даша мешает его отношениям с Мариной и разрушает моральные устои коллектива. Адвокатом девушки была Элла Суханова, присяжные посчитали Дашу невиновной. Дима Дмитренко уже на поляне. Ольга Рапунцель до последнего говорила, что не хочет, чтобы парень покидал ее надолго. Она была готова его простить за кольцо стоимостью в 100 тысяч рублей. Но Дима выбрал пять дней заключения. Правда, изолятор на поляне временно не работает. Поэтому Дима будет жить в другом помещении. Кстати, конфликт между Рапунцель и Дмитренко произошел по вине психолога. Михаил Козлов решил помочь ребятам наладить друг с другом хорошие отношения и предложил эксперимент, где Оля играла роль хозяйки, а ее возлюбленный был рабом. Когда ребята выполняли предписание психолога, они разругались. Рапунцель назвала Диму упертым бараном, за что тот и ударил ее по голове. И горе-психолог не смог уладить этот конфликт. Илья Ебаров обратился к продюсеру проекта Алексею Михайловскому со словами благодарности. «Только один человек понимает меня в этой жизни и принимает со всеми моими недостатками. У него большое сердце и большая душа. Это мой босс. Спасибо вам за все, Алексей Николаевич. Таких, как вы, сейчас людей нет». Либерш к подону сменила имидж и снова перекрасилась из блондинки в брюнетку. «Спасибо, ребята, что оценили. Мне очень приятно», пишет она. Маша Адоевцева, которая недавно рассталась с Палычем и воспитывает дочку Лизу одна, рассказала о том, что мужчина ее обокрал. Он вторгся в квартиру и забрал содержимое сумочки, деньги, два телефона и другие ценные вещи. И похитил собачку-креветку. Маша сказала, что готова простить Палыча, но если он немедленно вернет животное домой. Разлуку с питомцем очень остро переживает дочка, а смотреть на страдания ребенка у нее больше нет сил. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.